Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». А в гостях у нас сегодня Владимир Алдошкин, президент детско-юношеского спортивного клуба «Петрофлот». С 13 по 19 июля прошлого года на Атлантическом побережье Франции в городе Брест проходил самый популярный в Европе морской фестиваль. Раз в четыре года в праздновании принимают участие до 5000 кораблей и свыше миллиона зрителей и участников со всего мира. А пять стран становятся почетными гостями. В этом году наряду с Норвегией, Мексикой, Марокко и Индонезией в числе приглашенных была и Россия. А экипаж другого корабля «Святитель Петр» бороздил водную гладь вблизи Ионических островов. И принял участие в 10-м юбилейном форуме «Русская неделя на Хорфу». Какое отношение они имеют к Рязани, сегодня и узнаем. Историко-культурные походы, которые мы проводили, они проводятся с 2002 года. Они проводились на «Святителе Петре» митрополит Московский. Ну, в основном это Европа. То есть в Европе наше судно, его знают давно, везде встречают. Давайте начнем с момента образования клуба. Как давно он появился и, собственно, что он собой представляет, многие не знают. Это вообще комплексная программа по патриотическому воспитанию молодежи, детей. Она была принята нами давно, где-то в 2002 году. Морской клуб, он располагался ранее в Москве, в музее-усадьбе Коломенская. Ну, вот возникла идея этот клуб перевезти в Рязань. Участвовали различные группы детей из разных городов, разных школ, навигацкие школы. Москва, Калининград, Питер. Для этого нужна какая-то площадка, где вы встречаетесь, обсуждаете какие-то темы. Как происходит ваше общение? Может быть, это виртуально, сейчас это модно, актуально? Рязанских детей мы еще не привлекали. Мы привлекали так частично. Пока на сегодняшний день у нас проходили практику дети из других городов. Рязанцы. Единственное, что мы совместно с ГИМС проводили, такие соревнования, как «Юный водник». В этом году мы заняли четвертое место среди городов Центрального федерального округа. Это единственное пока мероприятие, которое проводилось в Рязани. Одно из парусных судов, которое мы два года строили здесь, в Рязани, называется «Святая любовь». Еще один корабль у нас есть, он называется «Святитель Петр», митрополит московский. Он находится сейчас в Европе. Ну, я немножко расскажу. А какой цели служат эти корабли? Цели? Ну, это, во-первых, историко-культурные походы. Это духовные походы, которые связаны с православием. На «Святителе Петре» вон имеются мощи Ушакова и Федора. Частицы мощей Федора Ушакова и Федора Снацарского. Это позволяет так путешествовать? Может быть, некоторые реки мелковаты просто для таких походов-то? Ну, знаете, да, вот Ака сейчас считается несудоходной рекой. Поэтому, видите, вот практически движения нет по реке Аке. Но это связано еще и с тем, что вот мы сейчас ходили в поход вместе с инвалидами локальных войн, с афганцами и Пщенской войной. Наверное, вас и местные-то жители встречают достаточно необычно. Для них это тоже, в общем-то, какая-то новость особая, что такое вдруг корабль. Ну да, конечно, потому что это парусное судно, поэтому для них это праздник. А сколько времени заняло такое путешествие? У нас заняло пять дней. Ну, у нас был плотный график, встреча с детьми, встреча с местными жителями, возложение венков к памятникам, молебны в храмах. Почему именно Рязань? Вот вроде как рязанцев там еще и нет в клубе, но город выбран наш. Здесь стоит сейчас и курьер, который мы собираемся делать музей. Это первое, скажем так, как первое российское судно «Орел». То есть это точная копия его. Он ходил тоже по морям когда-то, и сейчас он стоит вот на борже и в качестве экспоната, и вот там планируем делать музей флота. Я хочу, чтобы вы немножечко рассказали о себе. Понятно, что человек вы не простой, не посторонний, знаете об этом деле многое. Я родился и вырос в Москве. Там ходил в морскую школу детскую. Затем по этому направлению пошел и дальше. То есть поступил в высшее инженерное морское мурманское училище. Его закончил. Ходил в моря. После этого закончил когда с профессией. То есть не закончил с профессией, а закончил хождение по морям. Я работал директором уже на реке. Вот это дело набирает обороты? Сразу же видно, актуально, нужно, полезно ли. Одно дело, что интересно вроде как, а второе дело, когда в клуб постоянно стекаются новые силы со всех сторон. Есть такое? Нет, ну конечно, потому что вот людей, которые это увидели, да, увидели, что мы работаем ежедневно, ежечасно, то есть подходим творчески к этому вопросу, они тоже начинают болеть этим и начинают помогать и включаться тоже в организацию этой программы «Петрофлот». Скажем, в 2004 году мы выходили на Святой Афон. На Святой Афон и эту миссию благословил Алексий, патриарх. Проходили по рекам сначала, потом вышли, соответственно, через Босфорф в Средиземное море. И вот когда пришли на Афон, то монахи встречали нас очень тепло, торжественно, то есть это было очень интересно. Потом мы в этом же году участвовали в Олимпиаде, которая проходила в Афинах, в Олимпийской регате. В 2011 году святитель Петр проходил через Рязань, ну, выходил отсюда, скажем, из Рязани, то есть он вышел отсюда в июне месяце, и мы шли на Корфу по приглашению Всемирного Русского Народного Собора. Все-таки корабль – это не автомобиль, это транспорт, который тоже эксплуатируется, требует технической поддержки. Как это происходит? Есть ли у нас база, где можно поддержать боевой дух корабля? Нет, ну, база как таковая, база теперь у нас есть. А специалисты, которые понимают, что нужно делать? Специалисты тоже уже есть, вот. Но если у нас нет каких специалистов, мы приглашаем со стороны. У вас сегодня двойная миссия, вы сегодня призваны, скажем так, рассказать еще и о такой известной в городе организации, как Боевое Братство. Что это такое, в принципе, большинство рязанцев знает. Нет, мне бы хотелось сразу с изменений начать. Вот последнее, чего добились, может быть, новые мемориальные доски, может быть, есть какие-то трудности, о которых стоит знать, и, может быть, кто-то даже из телезрителей поспособствует тому, чтобы исправить положение? Ну да, с Боевым Братством мы давно дружим, сотрудничаем в разных вопросах, патриотическом воспитании. Могли бы какие-то цифры назвать, сколько появилось досок хотя бы в этом полугодии? В этом полугодии появилось 63 мемориальных доски. Естественно, и Афганская война, и Чеченская война, но у нас все равно война продолжается. Пускай локальные там в каких-то местах, поэтому вот. О перспективах, которые в Боевом Братстве предвидятся, могли бы рассказать? Ну, перспективы какие? То есть, Боевое Братство, ну, это такая, я считаю, мощная организация, поэтому много заинтересованных людей, много боевых друзей, которые чем могут, помогают. Сейчас почему-то со словом патриотизма большинство, по крайней мере, молодых людей связывает очень много пафоса, не думая о том, что это правда важно, это вот то, что где-то внутри, в душе, и должно определенным способом выражаться. Мне бы хотелось, чтобы вы нашим телезрителям напомнили важность это, вообще важность памяти, и сказали им что-то, что заставило бы их задуматься. А почему, собственно, мы не помним, что у нас было там год назад, 15 лет назад, 50? Нет, ну, вот наш поход, да, Владея Любовь, он показал, что вот насколько люди ждали нас, видно вот по детским глазам, насколько вот важен был наш приход для них, вот, то, что эти светлые детские глаза, они говорят только правду. Спасибо большое. А телезрителям хочу сказать, почаще смотрите в детские глаза, вдруг увидите что-нибудь важное. Это была программа «Семь минут». До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok